друзья здравствуйте зовут меня владимир и это второй ролик о том как мы делаем погреб в доме это будет дизайнерский интересный погреб производства украина делаем его на территории латвии и такие работы выполняются впервые в прибалтике от этого будет всем еще интереснее итак поехали второй ролик о том как мы пошагово сделали шикарный погреб прямо в доме начали мы по традиции с того что взяли наших партнеров компанию дриллер и смотрите прямо в доме это частный дом высверлили огромную дырку диаметром 3 метра представляете сбоку вот кухня стоит туалет сауна а мы прям в доме зафигачили в такую дырку все клееночкой от изолировали и лопаткой начинаем копать вот и так напомню диаметр 3 метра в глубину 260 надо вырыть вот такую дырку разумеется есть много подобных камней такие как обвал грунта например и мы здесь решили использовать левис профиль работаем порядка десяти лет это нидерландская компания производитель и где мы только этот профиль не ну скажем так применяли ладно профиль но мы нарвались на канализационную трубу которая шла под фундаментом дома и она ровно попала нам на диаметр и нам хотим хочешь не хочешь пришлось ее срезать делать нишу и делать поворот внутрь чтобы убрать отношу диаметром помимо этого горячие холодные воды также проходили именно по нашему диаметру поэтому мы нашли местечко укромное им развернули сантехническую трубу но поставили 2 муфточки слева справа и повернули вот ну и занялись трубами холодной горячей воды их видите заботливо уложили в чулочки на глубину 30 метров под нижний слой таким образом решили проблему водоснабжения и канализации а теперь беремся за лавис профиль компания которая продает лавис профиль она заранее предупредила нас что а мы его используем не по назначению и соответственно никто нам на гарантии на эти работы дать не может но у нас не было других вариантов к сожалению мы перепробовали все что есть на сегодняшний день на рынке обратите внимание что вы придумали лавис профиль он входит в паз мама папа видите и мы берем просто на 4 ряда и замыкаем его и у нас получается такой цилинга но если вы это будете на одно-два ребра делать у вас ничего хорошего не получится замыкаете это на 3-4 ряда смотрите как я это делаю опускаем вниз и лавис профиль идеально гнется и можно даже колоблю заливать если хотите делать из него трубу многие ошибочно его путают с профнастилом это совершенно два разных продукта категорически разбираем в дерево которое лежит у нас внизу не на песок а в дерево так надо позволяет зайти красиво дело все в стенке материала он имеет толщину стенки 06 это бложка мы соединяем ложка это не по технологии это наша фишка но обязательно соединяем их ложку вот и он имеет ласточки на хвост и либо римский замок кому как ближе то есть при попадании минимального количества раствора это необычайно прочное соединение пульта это перекрытие не буду то есть временная палубка а в нашем случае это временная палубка для того чтобы углубляться на 2 60 мы должны опуститься это будет какое-то время нашей защиты от осыпания грунта я еще не бьем молотком чтобы не загнать маленький краешки или рукоятка резина мы следующем будем входить куда там потом не будем но в дальнейшем она будет таким цилиндром который забетонируется и таким образом у нас будет своя независимое защитное сооружение а которая не даст осыпанию грунта мы все-таки тронем грунт оба это будет дополнительная гидрозащита и защита от давления грунтов опять же скажу это наша разработка точнее моя личная на основе того что 10 лет работаю с этим материалом я знаем все его тонкости проявления и мог его наблюдать в разных работах в 12 странах европы и поэтому есть материалы в которых я уверен и когда мы столкнулись ситуации что невозможно нам сделать защитную опалу невозможно почему потому что мы должны засунуть ее в частный дом и профессиональная опалу которую используют для земляных работ она попросту сюда не зайдет второй момент диаметр который у нас этот диаметр ну такого диаметра нет на рынке и нам нужно подгонять а клиент нам попался настолько и там вмешанный на всю голову на педантичности совершенно больной человек здоровый человек поверьте мне такого бы не сотворил в своем доме но как бы там ни было знаете как здоровые люди ничего полезного для общества не делают а вот такие ненормальные люди как я и мой клиент мы и есть двигатели прогресса я так думаю и так мы потихонечку собираем ловис профиль еще раз скажу мы пересекаем его на 3-4 ребра и дополнительно скручиваем к науфовскими вложками и получаем вот такой шикарный радиус то есть смотрите он принял форму идеальную которая нам нужна для опалубки внутренних распорок у нас не может быть об этом поговорим позже узнаете почему единственный вариант как нам жить дальше мы придумали 5 миллиметровый ленту то есть ленту мы на заводе заказали прокатали это очень дешевое решение дальше мы берем вот головку на 8 и шурупы с инковочкой потому что если мы это будем просверливать сверлами примерно на 3-4 сверления уходит одно сверло стоит 6 евро сумасшедший прайс но если взять пачка будет стоить 20 евро не ошибаюсь 500 что нам хватит абсолютно на все что нужно здесь учитывать мы должны как нам ставить обруч мы поставили вот такие наживляющие шурупы которые мы потом в процессе конечно же уберем они нам нужны для того чтобы этот обруч стал на месте мы отмерили равномерно если лист метр двадцать тонна 3 обруча длинных вверху внизу и посередине наживили шурупчики обручу временно ставится на шуруп а дальше мы сам обруч про сверлимся ручка и закручиваем шарупчик получается довольно симпатичная работа эстетически еще раз скажу ободок мы покрылись и остается вот такое место с этой стороны с этой стороны и какие у тебя чувства здесь вот это все конструкции на что-то весит и на потихонечку сейчас приседания посмотрим почему эти приседания можно видеть что это было уже глубина метр двадцать далее мы работаем над вентиляции опять приезжают ребята из дриллера у нас должно быть два вентиляционных канала один который наверху на высоте 30 сантиметров 2 который в глубине у нас будет ну на трех метрах для этого два вент канала мы просверливаем и потом в перспективе заведем туда 70 миллиметров трубы вентиляции тем временем приходит погреб из украины теперь смотрите сам погреб выглянет вот таким образом есть к чему прииграться по крайней мере эстетический наш клиент педант он придавался абсолютно ко всему в таком состоянии из украины приходит экспортный комплект надо понимать что это архитектурный бетон и он интересен своей первозданностью и брутальностью но если вы педант вы будете сходить с ума того в каком состоянии к вам придет опять же что касаемо точных деталей они пришли идеально а мы продолжаем наращивать профиль и так мужчина в метр двадцать дальше уже мы не можем себе позволить метр двадцать опускаться вниз и поэтому каждый 50 сантиметров режем лист втыкаем существующий ободок прикручиваем обратите внимание ободок нам задает радиус если у вас все металлические полоски будут одного одной длины то и радиус у вас будет одной окружности и поэтому каждый раз мы по 50 60 сантиметров накручиваем выше выше и плавно опускаемся вниз здесь уже высоту мы можем видеть порядка метр пятьдесят и лопаткой мы подкапываем под обруч он садится на сантиметров тридцать мы ждем мокрого песка если мы видим мокрый песок то работы останавливаются но нам повезло у нас грунтовые воды залегали на четыре с половиной метра а мы опустились на два шестьдесят поэтому видите внизу мы уже залили гидробетон вручную замешали 15 сантиметров гиджет изоляционного бетона и так мы выставили защитную паву и так мы уже на сборка ванна и ситуация следующем мы берем вот этот обруч видно его и монтируем его вот сюда любой нормальный человек будь у него хоть какой-то ну инженерное образование скажет что все это безумие но если мы все пошагово были смотреть что мы здесь сделали принципе так делать конечно нельзя но у нас идея в следующего мы укрепляли этот грунт помним да вода сплава то есть он у нас сейчас образовал такую корку мощную и на него можно хоть наносить декор то есть верхняя часть грунта это примерно один метр тот что от кромки пола он стоит с него ничего не осыпается но если мы посмотрим ниже то конечно же обрушение потихонечку происходит да теперь следующий момент мы станем лавис профиль чем хороший лавис профиль и почему он именно здесь потому что у него есть вот такой ласточкин хвост этот ласточкин хвост позволяет его грубо говоря выгнать в необходимый радиус но важная фишка что когда вы соединяете лавис профиль вы должны заходить на три или четыре ребра если вы зашли на три на четыре ребра то он обладает вот этой необходимой стойкостью и работа происходит стандартным образом то есть у нас кольцо которое мы создали защитное если вдруг нас будет грунт же ему потихонечку лопаты роемся и опускаемся опускаемся и опустились мы уже ну грубо говоря на глубину три метра это уже много у нас не произошло врушение по одной простой причине потому что здесь три метра допустим а вода она залегает на четыре с половиной и здесь не тронуты человеком грунты то есть это столетиями стояла поэтому это самое главное а то что мы здесь видим во первых это элемент как бы усиливающей конструкции во вторых это элемент безопасности таким образом если мы сюда посмотрим то каждый лавис профиль воткнут на три-четыре ребра создает вокруг нашу скорлупку и мы потихонечку лопатой под него подрывались подрывались и опустились вот на эту необходимую глубину то есть вот там у нас уже фундамент видим и вот как мы ушли сейчас мы будем прикручивать последний обруч вот этот вот потому что эта штука нестабильна и в принципе нам этого хватает то есть конечно же мы могли бы это ставить все до конца но у нас здесь будет арма пояс и он будет соединен с левисом и за счет ласточкиного хвоста эта штука будет монолитно не стоит сейчас включаем лазер и будем вставлять последний то есть чтобы вы понимали очень важно не дайте 30 сантиметров для крик нам остается этот кусочек замечательно то есть беда в том что он висит эта часть фундамента которого видна перегородка и и прям я против для того чтобы снимать но для того чтобы не нарушать гидроизоляционный слой мембрану ее надо сбить посмотрим что из этого получится и насколько достаточно хорошо мы все укрепили сомнения конечно есть честно говоря гора селит и дочь и посмотрим я нахожусь в полноценном доме ну может кто не сначала смотрит поэтому я расскажу в реальном доме дом такой скажем в элитном поселке и очень дизайнерский интересный так вот мы врываемся в этот дом и по центру дома делаем дырку то есть мы сейчас находимся в санузле я попытаюсь спуститься то есть смотрите как мы погружаемся интересно и история следующая это был один этаж и поскольку мы делаем наш погреб смотрите мы начали уходить вниз то есть это уровень пола уровень щебенки уровень песка и пошло 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 все вниз и я сейчас присмотришься у нас там наверху находится фундамент представляешь у меня над головой висит фундамент и сейчас я долбал эту дырку и наше укрепление сработало раз был этот кусочек часы под него подойдут то есть смотри у меня над головой щас вот она перегородка и куски фундамента такие а так делать нельзя это безусловно и когда ты будешь заниматься этими работами тела должен быть архитектурный проект технический надзор и куча других бумаг но совокупная стоимость всех этих бумаг атакова что проще позвонить меня есть сделаю это без бумаг и также официально и также все законно и так почему не обваливается вот эта часть если кто смотрит не с конца расскажу историю то есть когда ребята делают скульптуры из песка эти скульптуры стоят и под снегом под дождем и под ветром почему-то это происходит из-за вибрации за плотности а поскольку у нас здесь уже был грунт когда дом делали пробивали его плитой он довольно плотный но верхнюю часть вот эту вот часть ее смачивают пва-3 с водой и то есть мы кольцо когда прорываем на какой-то кусочек на 20 сантиметров мы это про пшики ваем пва с водой и когда мы ниже 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 погружаемся то играть в эту игру не стоит тем более одному мы опускаемся сантиметров на 50 максимум на метр двадцать эта штука у нас должна стоять минимум 12 часов тогда это скорлупка является твоей временной безопасностью но учитывая что у тебя над головой два этажа и ты можешь понимать какое давление создается на метр 20 она не такое страшное это временная конструкция из пва и воды мы ее должны защитить для этого мы вставляем лавис профиль лавис профиль у нас имеет вот такой римский замок вот такую шкарлупку и закидываем сюда ободок если уж совсем по чесноку то этот ободок не имеет ребра жесткость если вы здесь было бы ребро жесткости в два сантиметра до все бы было бы хорошо но изготовление такого ободка стоит как чугунный мост раз следующий момент у нас вот эта ситуация на постольку поскольку то есть если у нас будет обрушение деформация безусловно произойдет этой конструкции но она даст мне возможность выскочить из этой дырки и не оставится не оставить меня здесь понимаешь поэтому то что мы сейчас сделали это все безусловно очень круто но это все является временным решением здесь не должно быть никакой воды любая грунтовая вода это твоя смерть здесь не должно быть никакой вибрации любая вибрация это твоя смерть дальше ты должен мониторить ситуацию то есть смотри мы обхватили все это кольцо в такой конструкции это брусы 150 на 150 до стянули все это анкерами и все стены у нас обняты то есть если присмотришься вот сюда туда заходят такие спицы с той стороны они стянуто и все это то есть мы перенесли нагрузку на это если здесь будет какая-то вибрация и влага это плохо кончится в нашем случае это все кончится по традиции хорошо следующий момент вот эту скорлупку сам принцип левис профиля когда мы зальем бетона жидкого за нее и сюда мы создадим здесь цилиндр и этот цилиндр и будет отвечать в будущем за давление внутреннее плюс это будет гидроизоляция помимо этого внутри будет сейчас собираться очень интересная конструкция и эта конструкция она сама по себе держит внутреннее давление гидроизоляцию но вот об этом уже пошагово в следующем ролике который следует за этим на сегодня все а